Вот знакомо, наверное, желание, чтобы своя аудиосистема зазвучала лучше. И обычно сразу мысль, ну, нужно новое железо, да, что-то подороже. А что, если я скажу, что заметного улучшения можно добиться, поработав с тем, что уже есть? Самими файлами. Есть такое ощущение, что система вот может лучше, но что-то не то. Сегодня мы как раз погружаемся в эту тему. У нас есть руководство по улучшению качества звука, и мы попробуем разобраться, как вот эти цифровые настройки, все эти биты, герцы влияют на то, что мы слышим. Может и правда без нового ЦАПа обойдемся. Абсолютно верно. Тут ключевой момент – это как взаимодействует сам цифровой файл и ваш ЦАП, ну, цифроаналоговый преобразователь. Руководство подсвечивает очень интересный факт. Не все режимы работы ЦАПа, то есть частота дискретизации, разрядность, одинаково хороши. В плане искажений, конечно. И вот это, кажется, главная мысль, да? Что у каждого ЦАПа может быть свой, так сказать, золотой стандарт. Оптимальный режим. И это не обязательно самый-самый высокий по цифрам режим, который он умеет. Там, не знаю, 384 кГц на 32 бита. А может быть, например, 192 на 24, и вот именно в нем искажений меньше всего. Звучит, ну, немного странно, да? Обычно же думаешь, больше – значит, лучше. Именно так. Теория, маркетинг, они часто говорят – выше цифры, лучше звук. Ну, это логично вроде. Но вот на практике оказывается, что качество реализации конкретного режима в самом чипе ЦАПа, в его обвязке, вот что решает. Возможно, производитель оптимизировал всю схему именно под определенные параметры. И поэтому, как вот и советует источник, если найти это, ну, сладкое пятно вашего ЦАПа и подготовить файлы именно под него, то можно снизить искажения еще до того, как сигнал станет аналоговым. Понимаете? Любопытно, очень любопытно. И как его искать, этот режим, без осциллографа и прочих приборов? Руководство предлагает прямо практический метод на слух. То есть берем знакомые треки, тестовые какие-то, и с помощью специальной программы, там упоминается аудиоконвертер, конвертируем их в разные форматы, разные разрешения, которые ЦАП поддерживает. Да, совершенно верно. И при этом важно еще поиграться с настройками самого конвертера. Там есть дизеринг, есть разные фильтры передискретизации. Вот с этим всем тоже стоит поэкспериментировать. А потом, да, просто садимся и внимательно слушаем на своей системе. Какой вариант чище, естественнее звучит, тот и наш. Ой, кстати, вот дизеринг. Можно простыми словами, что это такое? Зачем он нужен? Да, конечно. Ну, представьте себе цифровой звук, как картинку из пикселей. На очень тихих уровнях громкости, или если мы понижаем разрядность, ну, количество бит, звук может стать таким грубым, как картинка с заметными квадратиками. Это и есть искажение квантования. А дизеринг — это, по сути, добавление очень-очень тихого, но специально подобранного шума перед тем, как мы понижаем разрядность или просто сохраняем файл. Этот шум как бы сглаживает эти резкие ступеньки, превращая вот эти квадратики искажений в более равномерный, милизаметный фоновый шум. Это может помочь лучше расслышать тихие детали. Но, конечно, его эффективность зависит от того, насколько сам ЦАП шумит. Если он и так шумный, то толку может и не быть. И да, источник правильно предупреждает. Во время тестов с громкостью поаккуратнее. А вот фильтры передискретизации — там оптимизированный и неоптимизированный. Говорится, что оптимизированный режет ультразвук. Все, что выше 20 кГц. Зачем это? Мы же его не слышим. Это интересный момент. Идея вот в чем. Хотя мы ультразвук не слышим, он может взаимодействовать уже в аналоговой части ЦАПа и создавать вполне слышимые искражения. Их называют интермодуляционными. Ну, то есть такая, знаете, нежелательная грязь в звуке, которая появляется из-за смешивания частот. Оптимизированный фильтр пытается это предотвратить. Он очень резко обрезает все неслышимое. Но у такого резкого среза есть свои побочные эффекты. Может появиться небольшое эхо перед резкими звуками. Это называют звоном фильтра. Или может повлиять на фазу, что некоторые слышат как изменение сцены или атаки звука. Неоптимизированный фильтр действует мягче, но пропускает больше ультразвука. Так что тут... Снова компромисс. И снова слушать. Да, снова слушать и выбирать, что для конкретной системы и ушей лучше. Абсолютно. Поняла. И чтобы эксперимент был чистым, как я понимаю, нужно, чтобы плеер и система не добавляли свою отсебятину по пути к ЦАПу. Точно. Вот руководство на этом настаивает. Использовать плееры и драйверы. Ну, ICO в АСАПе для Windows или аналоги в других системах, которые передают данные бит в бит. То есть бит-перфект режим. Чтобы сигнал дошел до ЦАПа ровно в том виде, в каком он есть в файле. Без предискретизации системой, без микшера. Ну, и само собой, банальный, но важный совет. Всегда бэкапайте оригиналы перед тем, как что-то конвертировать. Обязательно. Хорошо, давайте тогда подводить итоги. Главный вывод, который можно сделать. Улучшить звук – это не всегда значит купить новую железку. Можно и стоит попробовать оптимизировать сами файлы под ваш конкретный ЦАП. Найти вот этот его лучший режим звучания через эксперименты. И это вполне реальный способ получить более чистое воспроизведение. Да. Но важно помнить, результаты будут индивидуальны. Очень сильно зависят от ЦАПа, от всей системы в целом, ну и от слуха, конечно. Если вот кто-то не слышит разницы между режимами или настройками конвертера о своей системе, ну, значит, для этой системы сложная переконвертация всей фонотеки, может, и не нужна. Цель же не сам процесс, а именно слышимое ухом снижение искажений, да? Более достоверный звук. И вот еще мысль напоследик, которую это руководство как бы подкинуло. Мы сейчас говорили, как файл оптимизировать для ЦАПа, чтобы его искажения уменьшить. Но ведь есть еще и качество самой записи, исходника. Насколько вот потенциал всех этих оптимизаций ограничен качеством первоисточника? Если запись изначально, ну, скажем так, не блещет, сильно ли ее можно вытянуть вот такими методами? Где та грань, за которой уже сама запись не позволяет добиться большего? Столько файл не крути. Вот это, мне кажется, интересный вопрос для размышлений. Если это видео было для вас полезным, поставьте лайк, это поможет нам понять, какие темы вам интересны. И подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!